Всего с начала года было выявлено 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Из них 8 стали виновниками аварий, в том числе с пострадавшими. В аналогичном периоде прошлого года таких ДТП было 5. Остальных автолюбителей поймали благодаря рейдам. В следующий раз за руль они сядут не скоро. За управление автомобилем в состоянии опьянения, либо отказ от прохождения медицинского свидетельствования, водитель может быть привлечен к административной ответственности, лишен права управления от 1,5 до 2 лет. Также ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Но в случае повторного совершения подобного правонарушения уже усматриваются признаки уголовного деяния. Многие уверены, что небольшое количество спиртного безопасно и со спокойной душой садятся на водительское место. Но медики категоричны. Даже небольшая рюмка водки может привести к потере концентрации, снижению скорости реакции или к внезапному ухудшению здоровья во время движения. Одному из самых известных гонщиков, это было еще в 80-х и 70-х годах, эксперимент проводили при приеме минимальной дозы алкоголя, скорость его реакции, ну это профессионал высочайшего класса, и у него на какие-то доли секундов замедлялись реакции на смене окружающей обстановки. В свою очередь это приводило к изменению траектории правильности движения до 20-30 метров. Если это среднестатистического человека, то я могу предположить, что такие реакции бы, отклонения в траектории движения могли быть не 10-20 метров, а возможно и 100-200. А что это такое на дороге, это понятно. Это ДТП. Чтобы выявить таких безответственных водителей и предупредить новые случаи ДТП, сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят массовые проверки автомобилей. Как правило, в пятницу или выходные. Именно в эти дни чаще встречается нетрезвое вождение. Помочь в поимке нарушителей могут и внимательные нефтьюганцы. Мы желаем всех граждан не оставаться равнодушными, если видят такие случаи, что водитель неадекватный или садится за руль в неадекватном состоянии, набирать телефон ГИБДД, либо дежурную часть нашу ОМВД. Кроме того, сообщить о нетрезвом автолюбителе можно в мессенджере Телеграм с помощью чат-бота ДПС Хмао Югра. Указать место, марку, номер и направление движения. Заявка сразу поступит в госавтоинспекцию, а водителя остановят ближайший патруль. Екатерина Балакина, Евгений Трифилов, телерадиокомпания, Юганск.